Николай Барышев несколько лет назад перенес инсульт. С тех пор ходит на реабилитацию в социальный центр. Еще недавно мужчина с трудом передвигался, плохо говорил. Сегодня все изменилось. И физическая активность восстановилась, и возможность общаться с окружающими появилась. Все это благодаря специальному оборудованию. Настроение поднимается. Чем ты хоть занимаешься, не просто так сидишь, общаешься с людьми. И лучшее настроение, и все лучшее чувствуешь. Реабилитационное отделение в социальном центре посещает люди, перенесшие серьезные недуги. Им необходимы занятия на тренажерах для восстановления функционирования рук и ног после инсультов, инфарктов, переломов. Это оборудование помогает стабилизировать координацию. Когда человек и вовсе не может двигаться, аппараты для восстановления терапии стимулируют сокращение мышц, чтобы они не атрофировались. Учреждение приобрело массажное кресло. Далее мы приобрели тренажер «Капитан» для разработки нижних конечностей и верхних конечностей. Также мы приобрели мультимедийный комплекс. Это «Дельфа-де-Витро», в котором встроена 3D-программа, которая позволяет также восстанавливать движение суставов. Уже знакомый нам Николай Барышев как раз занимался с помощью мультимедийного комплекса. Он повторял движения за мультяшными героями. В случае успешного их выполнения получал хорошие баллы. Если не удавалось справиться с нагрузкой низкие, это стимулирует повышение активности во время занятия. Лариса Кадышева много лет работала медсестрой. Стала подводить здоровье, проблемы с позвоночником. Ей предписан тренажер «Капитан». С его помощью удается разработать мышцы рук, ног, нормализовать двигательную активность, да и просто восстановить силы. Эти занятия очень помогают, потому что двигательная активность же должна быть в возрасте. И чувствуешь себя намного лучше и здоровее. В этом же зале установлена ортопедическая массажная дорожка, педальный велотренажер, оборудование для плечевого пояса, есть мячи для массажа кисти. Но особой популярностью пользуется кресло-массажер. Это массажное кресло оборудовано необходимыми функциями для того, чтобы можно было получить массаж воротниковой зоны, пластично-крестцового отдела, верхней части бедер. Оно оборудовано еще специальным приспособлением, которое может создавать определенную температуру в организме человека. По словам социального работника, во время этой процедуры организм человека обогащается кислородом и отдыхает. Не только физически, но и психологически. Профессия журналиста не такая простая, как может показаться на первый взгляд. В течение дня мы и бегаем, и прыгаем, и ездим на разных видах транспорта. Можем прокатиться и на коньках, и пройтись по глубокому снегу. Понятно? Позвоночник не железный, откликается и может просто-напросто заболеть. Поэтому я с удовольствием сейчас приняла предложение Ирины попробовать на себе воздействие этого кресла-массажера. Правильно? Итак. Данный релакс длится в течение шести минут. Понятно, ждать никто не будет, поэтому мне остается только представиться. Алина Нощенко, Максим Полозов, «Наши города». Подписывайтесь на наш канал!